Вести Карачаева, Черкесия Правительство продлило программу субсидирования найма до конца 2023 года. Чтобы получить господдержку, работодателю нужно обратиться в центр занятости для подбора специалистов, а затем направить заявление в Фонд пенсионного и социального страхования. Об этом рассказал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Либо устроит безработных граждан, потерявших место или находящихся под риском увольнения. На всех таких сотрудников организациям и индивидуальным предпринимателям и дальше будут поэтапно предоставляться субсидии в объеме трех минимальных размеров оплаты труда. Первый платеж поступит через месяц после трудоустройства нового работника, второй через три месяца и третий через полгода. Федеральная поддержка позволит многим людям быстрее найти работу. Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов принял участие в итоговом заседании Совета приполномоченном представителе президента России в Северокавказском федеральном округе, который провел полпредпрезидента страны Юрий Чайко. На повестку были вынесены вопросы реализации в уходящем году национальных проектов и субъектах округа, а также принимаемые в регионах СКФО меры по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Юрий Чайко отметил, что уходящий год привнес в общую работу определенные сложности, связанные с внешним давлением и экономическими санкциями со стороны недружественных государств. Но, несмотря на объективные трудности, субъектам округа удалось добиться положительной динамики в работе. Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов в режиме видеоконференц-связи принял участие в заседании Федерального штаба по газификации под председательством заместителя председателя правительства России Александра Новака. Обсудили исполнение поручения президента страны по социальной догазификации. По итогам проведенной работы в план график до газификации вошли 3053 домовладения в 95 населенных пунктах республики. Сегодня газовая инфраструктура уже доведена до почти 3000 домовладений, что составляет 123% от плана реализации на эти годы. При этом создана техническая возможность для подключения еще почти 3000 домовладений. На следующий год запланирована до газификации еще 3500 домовладений. Кроме того, Рашид Тимрезов принял решение субсидировать из республиканского бюджета проведение работ по строительству газопроводов внутри земельного участка всех без исключения заявителей. Спортивная школа есть, а здания для тренировок у спортсменов нет. Эту проблему борцов-вольников в Тиберде озвучили на прямой линии с Рашидом Тимрезовым. Глава республики пообещал, что в скором времени вопрос со строительством ФОКа в Тиберде будет решен. Город Тиберда заслуживает. Это курортный, красивый город. Город-курорт на самом деле. Я думаю, что Министерство спорта Карачаево-Черкесской республики проведет работу. И если не в 2023 году, то в 2024 году мы обязательно приступим и за один год мы его построим. Председатель правительства республики Мурат Аргунов вручил государственные награды Российской Федерации и Карачаево-Черкесии жителям региона, которые достигли профессиональных высот. Госнаграды почетных званий удостоены 35 жителей республики. Это работники сферы образования, здравоохранения, культуры, спорта, сельского хозяйства и те, кто достойно и мужественно выполняет свой воинский долг по защите нашей Родины и обеспечению безопасности ее граждан. Юный спасатель Карачаево-Черкесии присвоен школьнику из Адыгихабля Алану Тимирдашеву, который этим летом проявил решительность и отвагу, спасая жизнь утопающего семилетнего ребенка. Ранее Алан был удостоен медали Совета Федерации за проявленное мужество. Хотя главной наградой, конечно же, уважение, любовь родителей, друзей всей республики. Символично, что награждение Алана прошло в День спасателя. «Искренне поздравляю нашего земляка с таким высоким званием и желаю дальше быть тем, на кого равняются не только дети, но и взрослые. И еще хочу выразить благодарность имени Тимирдашевых за такого прекрасного, чуткого и отважного сына», написал на своей странице в телеграм-канале руководитель региона Рашид Тимрезов. Карачаево-Черкесию посетил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. В общественной палате состоялась его встреча с представителями ведущих СМИ республики. Соловьев рассказал об особенностях работы журналистов. В настоящее время ответил на интересующие их вопросы. В частности, о создании условий для повышения квалификации работников различных СМИ, проведении форумов с участием военных корреспондентов и других известных в медиасфере лиц. Во-первых, хочу сказать, что мне всегда очень приятно бывать в вашей республике, у ваших гостеприимных коллег. Действительно, сейчас набор вопросов, которые существуют не только у аудитории, но и у журналистов, он понятен, он сводится к тому, как понимать и журналистам, и аудитории происходящее, как работать с этой новой информацией, как бороться с фейк-ньюс. И именно этот круг вопросов был озвучен, этот круг вопросов мы обсуждали на этой встрече. И я очень рад, что коллеги, журналисты из Карачаево-Черкесии так правильно понимают ситуацию и задают такие важные вопросы, на которые я, наверное, может быть, и не всегда смог найти ответы, но я думаю, что мы вместе будем эти ответы искать. В региональном отделении «Единой России» обсудили реализацию партпроекта «Безопасные дороги» и нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Встреча прошла с участием представителей Общественного совета МВД, Управления ГИБДД, Министерства строительства и ЖКХ, промышленности и торговли, а также Управления Карачаева-Черкеска-Автодор и мэрии Черкеска. В этом году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в республике отремонтировано более 32 километров дорожного полотна. Введен в эксплуатацию мост на дороге Кордоникская-Козыл-Октябрь. Все работы завершены в установленные сроки. У Черкеска появился еще один город по братим. Это столица Южной Осетии Цхинвал. Соответствующее соглашение подписали глава администрации Цхинвала Гену Акаджаев и глава муниципального образования Черкеска Валерий Дедук. Документ определяет сотрудничество в различных сферах деятельности, всесторонний обмен опытом в сфере местного самоуправления, дальнейшее развитие деловых и культурных связей, а также будет способствовать укреплению дружбы и братства между жителями городов. Парламентарии республики приняли законопроект, который упростит получение ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. А еще они расширили перечень граждан, которые могут рассчитывать на бесплатную юридическую помощь. Об этом рассказала начальник управления Министерства юстиции России по Карачаево-Черкесии Зухрал Чакова. Это герои Российской Федерации, герои социалистического труда, герои труда Российской Федерации, герои Советского Союза, вдовы и семьи умерших ветеранов боевых действий, реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических репрессий, и также вдовы сотрудников органов внутренних дел, которые погибли при исполнении служебных обязанностей. В региональном отделении Пенсионного фонда состоялась пресс-конференция, посвященная вопросам объединения ведомства и Фонда социального страхования в Единый социальный фонд России и нововведениям в пенсионной и социальной сфере с 1 января следующего года. Заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда Республики Ирина Тамбиева рассказала, что объединение двух ведомств значительно упростит получение мер социальной поддержки. Все федеральные выплаты можно будет получать в режиме одного окна. С 1 января следующего года отделение социального фонда по Карачаево-Черкесии приступит к предоставлению ряда выплат компенсаций и пособий, которые прежде назначали и выплачивали органы социальной защиты и соцстраха. Главное из них – это новое единое пособие. Чтобы выплату получали те, кто в ней нуждается, при оформлении применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи. В среднем по России выплата на детей составит от 7 до 14 тысяч рублей в месяц. Для беременных женщин соответствующая сумма составит от 8 тысяч до 15 тысяч рублей. С 1 января следующего года юридические лица и индивидуальные предприниматели должны платить налоги и взносы в Федеральную налоговую службу по новым правилам. Для каждого из них там откроют единый налоговый счет. Как будет работать эта система в Карачаево-Черкесии, рассказал исполняющий обязанности руководителя Управления Федеральной налоговой службы России по Карачаево-Черкесии Расул Тикеев. Обращаю внимание, что все преимущества единого налогового платежа касаются и плательщиков, имеющих разветвленную сеть филиалов и обособленных подразделений. После введения единого налогового счета не нужно будет платить налоги отдельно по каждому структурному подразделению. Нужно будет оформить всего один платежный документ с указанием ННН налогоплательщика. Единый срок уплаты для всех 28 числа. Там не распределяется он федеральный, он местный, он или региональный. У нас сейчас в республике по пилотному проекту один налогоплательщик, водоканал. Он очень успешно использует и нравится ему этот платеж. В Москве состоялась новогодняя елка Министерства просвещения России для детей-сирот, в котором приняли участие двое воспитанников Республиканского детского дома. Для детей была подготовлена насыщенная культурная программа «Новогодний цирковой мюзикл «Снежная королева» и ледовое шоу «История любви Шахеризады». Дети посетили океанариум и провели экскурсию по праздничной столице. На базе Центра культурного развития имени Кайсына Кулиева в Карачаевске состоялось новогоднее мероприятие для детей с ограниченными возможностями здоровья. С большим вниманием и интересом ребята вместе со своими родителями приняли участие в самом долгожданном празднике. В веселом хороводе их развлекали любимые мультяшные герои – крокодил Гена и Чебурашка. И, конечно же, детей с Новым годом поздравили Дед Мороз и Снегурочка. Кульминацией праздника стали сладкие подарки. В этом году в Карачаево-Черкесии завершено строительство четырех объектов водоснабжения общей протяженностью почти 41 километр в четырех муниципальных районах. Это позволит обеспечить качественным питьевым водоснабжением жителей Абазинского, Усть-Джигутинского, Хабейского и Уропского районов. Кроме того, восьми семьям выданы свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство или приобретение жилья, что позволит улучшить их жилищные условия. Мероприятия реализованы в рамках программы «Улучшение жилищных условий граждан страны, проживающих на сельских территориях» и ведомственного проекта «Современный облик сельских территорий». 395 миллионов киловатт-часов электроэнергии выработал региональный филиал «Росгидр» в этом году. В течение года специалистами филиала также проведены капитальные ремонты на двух гидроагрегатах «Зеленчугская ГСГС». Выполнены работы по устранению предписаний надзорных органов. Специалисты заменили существующие схемы внутреннего и наружного освещения помещений в здании ГЭС административно-бытового корпуса, а также модернизировали систему пожаротушения и хозпитивого водоснабжения «Зеленчугской ГСГС». В Карачаево-Черкесии продолжается благотворительный марафон, к которому можно присоединиться вплоть до 31 декабря, после чего будет сформирован гуманитарный груз, который отправится прямо в зону специальной военной операции, чтобы наши земляки в зоне СВО знали, что в новогодние праздники их помнят и ждут на родине. Подробности сообщила руководитель штаба «Мы вместе» Ася Хакирова. Все мы понимаем, что сейчас, конечно, очень тяжелое время, когда наши военнослужащие находятся в зоне специальной военной операции. Сейчас им очень нужна и важна наша поддержка, и наша республика является, так скажем, таким тылом, вторым фронтом для наших бойцов. Здесь мы все своими усилиями стараемся их поддержать, то есть проводятся вот такие благотворительные концерты, которые там перетекают постепенно в ярмарку мероприятий, которые там продлятся до конца текущего месяца, до 31 числа. Собранные средства будут, естественно, направлены на поддержку, на закупку того, что сейчас им крайне необходимо. Для того, чтобы собрать средства, одним из организаторов является региональный штаб «Мы вместе», который базируется на базе ресурсного центра по развитию добровольства. Там существует несколько способов для перевода денежных средств, то есть это по номеру карты, либо по QR-коду. Для юридических лиц это реквизиты самой организации, куда можно переводить деньги в целях благотворительности. Конечно, абсолютно не важно, какая сумма будет пожертвована, это может быть 10 рублей, может быть 1000 рублей. Главное принять участие, чтобы абсолютно каждый житель нашей республики посчитал своим, наверное, долгом принять участие, помочь, быть вовлеченным в эту деятельность. Тогда, конечно, мы увидим большой результат. Минобороны страны организовала доставку почтовых отправлений военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной военной операции. Для этого к воинским частям прикрепили подразделения Фельдегерско-почтовой связи Вооруженных сил Российской Федерации. Адреса воинских частей можно узнать от самих военнослужащих или военных комиссариатах по месту призыва. Об этом рассказал военный комиссар республики Сергей Белобородов. На сегодняшний день мобильная связь в районах специальной военнослужащих сами знаете, что работает неустойчиво, но иногда это даже небезопасно для самих военнослужащих. Поэтому Министерство обороны определил порядок доставки почтовых писем, бандероли и посылок. Теперь родственники могут направить письма бандероли весом до 2 кг и посылки до 10 кг через отделение Почта России, почтовый индекс. Он у всех будет одинаковый. 103, 400, далее Москва 400 и номер воинской части. Для того, чтобы узнать адрес военнослужащего, родственникам и близким необходимо прибыть в военный комиссариат и подать заявку. Боинсотрудники военкомата вам выдадут номер воинской части, где проходит служба гражданин республики. Информация этого строго конфиденциальная, поэтому выдаваться будет не всем, а только близким родственникам. Чтобы предстоящие новогодние праздники запомнились только счастливыми моментами, при украшении своих домов, квартир следует в первую очередь обращать внимание на соблюдение техники безопасности. Комментирует информацию заместитель начальника отдела административной практики и дознания Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесии Гульнара Аджикова. Перед началом новогодних мероприятий руководитель учреждения должен тщательно проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики. Все выявленные недостатки должны быть устранены до начала культурно-массового мероприятия. Этажи и помещения, где проводятся новогодние мероприятия, должны иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов. При проведении новогоднего праздника елка должна устанавливаться на устойчивом основании с таким расчетом, чтобы не затруднялся выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стены потолков. Оформление иллюминации елки должно проводиться только опытными электриками. Иллюминация елки должна быть смонтирована прочно. Лампочки в гирляндах должны быть мощностью не более 25 ватт. При неисправности елочного освещения иллюминация должна быть немедленно отключена и не включаться до выяснения неисправностей их и устранения. Архез стал лидером СКФО среди горнолыжных курортов по заполняемости отелей. Так, на курорте забронировано 100% мест, в Донбай – 95%. Чуть больше свободных мест в Прельбрусе. Здесь уровень бронирования на новогодние каникулы составляет 75%. Новогодняя ночь практически везде была выкуплена уже в ноябре. В Архезе с начала этого года открыто 600 новых мест размещения и большинство из них уже заполнены как на каникулы, так и на зимние месяцы. В целом в республике для гостей подготовлено более 200 отелей, баз отдыха и пансионатов. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков, сегодня по республике ожидается преимущественно облачная погода, местами небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Днем в горах порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха плюс 2, плюс 7, в горах местами минус 3, плюс 2. Свыше 2,5 тысяч метров лавина опасна. В Черкесске дождь и мокрый снег. Ветер западный 6-11 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до 7 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил у Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия. До новых встреч.